Встреча в Торонто, посвященная будущему Ethereum, состоялась без Виталика Бутерина. На встрече присутствовали 8 представителей сети Ethereum. Совместно они утвердили документ с планом по переводу блокчейна на саморегулирование. 9 мая он был опубликован на Medium. Виталик Бутерин не был приглашен на встречу и узнал о результатах уже по факту. Об этом сообщает CoinTelegraph. Двухдневный саммит EIP Zero состоялся в начале месяца. Теперь восьмерка представителей Ethereum собирается проводить постоянный аудит сети. Материалами для анализа станут объемы торгов ETH, количество транзакций и активных контрактов, заявленных ICO на ERC, 20 проектов на GitHub и т.д. На основе этих данных участники намерены ежемесячно принимать решения по управлению Ethereum. Также обсуждалось противодействие ASIC-майнингу и восстановление замороженных монет. Но эти вопросы, по словам дебатеров, не решаются на разовой встрече. Основатель проекта Ethereum Виталик Бутерин узнал о случившемся из слухов и новостей. «Меня не было на этой встрече. Ее организовали без моего разрешения или даже участия, и я не очень-то много знаю, что там произошло», – написал он в Твиттер. Соучредитель Центра блокчейн-исследований Каталакси и компании-разработчика Сатоши Портал Фрэнсис Пулео также по-своему описал саммит. Он назвал EIP Zero безумием и попыткой создать плутократическое правление и напомнил о том, что попытка провернуть схожее с биткоином уже провалилась. В соотношении владельцев криптовалют больше, чем желающих их купить 9 мая на портале Medium было опубликовано исследование компании Daily Research. Тема обзора – распространение криптовалют среди различных классов и сословий. Участников сравнивали по признакам пола образования и национальности. Исследователи задавали вопросы о знаниях крипторынка и намерениях купить цифровые активы. Опросили 29 тысяч человек, имеющих доступ к мировой сети и живущих в 8 странах с самыми обширными рынками. По результатам, три четверти опрошенных слышали о криптовалютах, но лишь половина понимает, что это такое. В среднем, только 4% опрошенных, не владеющих криптовалютами, намереваются купить их в ближайшие 6 месяцев. Также владельцев цифровых активов среди опрошенных больше, чем желающих их приобрести. Самый высокий процент владельцев криптоактивов в Японии – 11%. В среднем, показатель по странам восьмерки – 7%. Меньше всего криптокапиталистов в Китае – 3%. Daily Research назвала недавние антикриптовалютные меры правительства одной из причин. Также, по мнению аналитиков компании, если процент держателей цифровых активов выше, чем объем желающих приобщиться, это значит, что, цитируем, на этом рынке большая часть первопроходцев уже на борту. Первые запуски технологии X-Rapid от Ripple помогли сэкономить на переводах от 40 до 70%. Такие данные обнародовали представители Ripple. Заявленная экономия получилась в результате сравнения с расходами на традиционные банковские переводы. Об этом сообщает сайт компании. В эксперименте принял участие международный платежный сервис MercuryFX. Через него средства отправлялись в Мексику. Токены XRP отправлялись за несколько секунд и конвертировались в мексиканские PESO. В среднем переводы доходили чуть больше, чем за 2 минуты. Обычный банковский платеж занимает до 3-5 дней. Однако сеть XRP Ledger по-прежнему уступает платежной системе Visa. Ripple способен оформлять до 1500 переводов в секунду, в то время как Visa справляется с 24 тысячами. Агентство FANSTRAT предложило еще один вариант развития цены биткоина. Метод основан на динамике хешрейта – общей мощности оборудования, участвующего в добыче. Агентство FANSTRAT проанализировало возможную цену первой криптовалюты, сравнив с хешрейтом стоимость. Сооснователь агентства Tom Lee опубликовал результаты в Twitter. По мнению FANSTRAT с планомерным увеличением мощности по текущей траектории, приблизительная цена первой криптовалюты на конец 2019 года составит 36 тысяч долларов. Это будет почти в два раза выше отметки безубыточного майнинга, если сеть продолжит наращивать объем. В агентстве добавили, что рост тарифа на электричество постепенно замедляется, а новые модели майнеров становятся эффективнее. Это благоприятно влияет на условия добычи и майнинг в целом. Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram и подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, чтобы узнать больше новостей. Ссылки находятся в описании. Потерянные кошельки или хранилище биткоин для терпеливых ходлеров Ныне в мире порядка 11 миллионов биткоин-кошельков. На них хранятся миллионы единиц BTC. Но некоторые кошельки почти не подают признаков жизни. Кто их владельцы? Хладнокровные ходлеры, готовые хранить криптовалюту до последнего или люди, давно потерявшие надежду отыскать приватные ключи? Мы подготовили небольшую подборку кошельков с неопределенной судьбой. Для расчета мы возьмем один BTC под 9 тысяч долларов и рассчитаем курс в рублях, долларах и гривнах. 69 тысяч. В 2013 году кошелек был пополнен на 69 тысяч биткоинов. 160-0. Кошельком пользовались с 2013 года. Его общий объем составлял 160 тысяч BTC. Ныне баланс равен нулю. Были ли монеты проданы или потеряны, неизвестно. 28 тысяч. С 2010 года кто-то стабильно пополнял кошелек на 2, 3,5 и 6 тысяч BTC. 31 тысяча. Кошельком пользовались только в 2010 году. Пиковый баланс достигал 52 тысяч BTC. Ныне на кошельке 31 тысяча биткоинов, а последнее пополнение было в июле 2010 года. 75 тысяч. В 2011 году кошелек пополнили на 75 тысяч биткоинов.